Страхи, бессонные ночи, карпения за учебниками – все это позади. Сотни тысяч выпускников школ Центральной Азии перевели дух – экзамены сданы. Отлично! История легкая была. В некоторых странах региона выпускной экзамен является и вступительным в ВУЗы. Он проходит в форме тестирования. По западной системе от количества набранных баллов зависит, в какой университет может поступать абитуриент. Единое национальное тестирование ЕНТ – три слова, которые наводят страх почти на всех выпускников школ Казахстана. Эта система оценки знаний по пяти основным предметам действует здесь 10 лет. ЕНТ оценивается по 125-бальной шкале. В этом году более 20 тысяч выпускников не смогли набрать пороговый балл, который составлял 76,8. Но вместе с ними провалили этот экзамен и чиновники, которых критикуют за проблемы в организации теста. Ежегодно перед экзаменом, несмотря на принимаемые меры и секретности, ответы попадают в интернет. Критики уверены, выпускники вместо получения знаний тренируются сдавать тест, а ВУЗы не могут выбрать достойных студентов из-за коррумпированности системы тестирования. Почти каждый год проведение единого национального тестирования сопровождается крупными скандалами и неприятными сюрпризами. Школьники и их родители нередко заявляют о нелепых вопросах в ЕНТ. Звучат и жалобы по поводу тщательного досмотра на предмет шпаргалок и мобильных телефонов. В Министерстве образования признают, что такие сигналы поступают, но оправдывают меры в связи с многочисленными нарушениями со стороны самих школьников. Выпускник Алматинской школы Тимур Бикеев набрал по итогам ЕНТ 105 баллов. Говорит, что тестирование прошло хорошо, но в одном тестовом задании было два правильных ответа. Приводился диалог и нужно было вместо цифр в скобках вставить знак. И нужно указать, какие знаки нужно вставить вместо них. Я указал, и там было два однакового ответа. Только в один день проведения ЕНТ по городу Алматы было подано пять апелляций в связи с несогласием с результатами тестирования. Одно заявление было решено в пользу школьника. Ученик показал правильное решение, а среди предложенных ответов, правильных ответов не было. Там это чисто техническая ошибка была при составлении. Там даже не авторы ошиблись, а там, когда происходила печать, пропечатка данного тестового задания, где-то ошиблись с ответами. Вот и все. Несмотря на многочисленные жалобы из года в год, ЕНТ в Казахстане не планируют отменять. Но кое-какие изменения ожидаются. Предусматривается проведение двухэтапного тестирования – национального и комплексного. На первом этапе будут проверяться знания по пяти предметам, которые, кроме казахского языка, будут меняться каждый год. Для проверки умения выпускников выражать свои мысли предусмотрено написание эссе. На втором этапе абитуриенты будут сдавать независимые тестирования в ВУЗы по предметам в зависимости от специальности. В Кыргызстане, где более 12 лет действует общереспубликанское тестирование, ОРТ в последние годы предлагают заменить тест единым государственным экзаменом. Обеспокоенность вызывает несоответствие результатов ОРТ реальному уровню знаний у выпускников в некоторых регионах. Впервые общереспубликанское тестирование в Кыргызстане было введено в 2002 году. В целях обеспечения равного доступа к высшему образованию. От количества баллов, которые абитуриент наберет в ОРТ, зависит, в каком учебном заведении и на какой специальности он сможет продолжить обучение. Тестирование проводится на двух языках – кыргызском и русском. Ранее ОРТ содержала вариант и на узбекском языке. По словам экспертов, ОРТ способствует улучшению качества образования. ОРТ показал общую тенденцию, которая существовала в мире. То есть нужно не только знать, но и что-то с этими знаниями уметь сделать. Несмотря на положительные факторы ОРТ, без минусов тоже не обходится. Например, так называемые каскадеры за деньги сдают общереспубликанское тестирование за других. К примеру, в прошлом году тестологи выявили 20 каскадеров, 15 из которых вычислили непосредственно во время сдачи теста. А пятерых – в процессе подсчета баллов. Моя подруга была одной из каскадеров. Она рассказывала, что меняют фотографии на регистрационном бланке. Потом после этого они получают справку из школы. Бывали даже такие случаи, когда они заходили на ОРТ уже через седельство о рождении. Моя подруга уже заходила около трех раз на ОРТ на тестирование и получала примерно 200 баллов. В Туркменистане в этом году нет выпускников школ, нет экзаменов. В стране введено 11- и 12-летнее обучение, поэтому десятиклассники будут учиться еще один год. В Узбекистане не стали переходить к тестированию выпускников школ. Экзамены проходят письменно и устно, что некоторые считают более эффективным методом аттестации учеников. Однако и здесь не все гладко. Традиционная школа в Узбекистане длится 9 лет. Далее выпускники школы обязаны идти в колледжи и лицей. После трех лет обучения в так называемых среднепрофессиональных учебных заведениях ученик получает аттестат и возможность испытать свои знания при поступлении в высшие учебные заведения. Такая система чем-то напоминает как и советскую, так и американскую систему образования. Однако по качеству ровным счетом не имеет с ними ничего общего. После завершения колледжа или лицея ученики сдают государственные экзамены. Однако их результаты при поступлении в ВУЗы не учитываются. Выпускные экзамены завершаются уже к 20 июня. По словам некоторых учеников, они не столько учат уроки, сколько готовят взятки экзаменаторов за хорошие отметки. Конечно, как и раньше, можно отделаться коробкой шоколадных конфет или другим небольшим презентом. Но это только в том случае, если ребенок сам прекрасно владеет предметом. И его хорошая оценка вполне заслужена. Обращения отдельных родителей с заявлениями в прокуратуру и аппарат президента страны остаются без внимания. Министерство женародного образования возмущенно заявляет, что все жалобы родителей беспочвены. В Таджикистане в этом году впервые применяют единое тестирование, которое, по мнению властей, призвано наладить систему беспристрастной и справедливой оценки выпускников школ. Средние школы в Таджикистане закончат порядка 100 тысяч человек. О том, как они отнеслись к нововведению, расскажет наша коллега из радио ОЗОДИ. Национальный центр тестирования абитуриентов надеется, что новая экзаменационная система сможет снизить уровень коррупции и повысить шансы достойных и знающих свой предмет выпускников школ при вступлении в университет. В помощь абитуриентам заранее были выставлены специальные справочники с образцами тестовых вопросов по 14 предметам, а также методы проведения новой единой экзаменационной системы. В то время как некоторые родители и абитуриенты опасаются, что эксперимент может провалиться по той простой причине, что проводится впервые, экс-министр образования Таджикистана Мунира Инуятова считает, что тестовые экзамены не смогут полностью выявить уровень знаний учащихся. А вот как считают сами абитуриенты, окончившие в этом году школу-школьницы. В этом году будет все по-честному. Я думаю, что я в этом году сдам тест. Я сдала свои документы в медиинститут. Ну, когда учитель задает тебе вопрос, ты теряешь себя, а в этом тесте никто тебя ничего не спрашивает. Мне кажется, что таким образом можно гораздо лучше улучшить свои результаты, нежели рассказывать, потому что я лично, допустим, люблю писать, нежели разговаривать. Пока в Таджикистане переходят к системе единого тестирования, в Казахстане и Кыргызстане призывают к дальнейшей реформе образования. Переход на тестирование стал здесь самой критикуемой мерой. Его сторонники же утверждают, что благодаря тестированию существенно облегчен доступ к высшему образованию детям из отдаленных регионов. Пока же двойки, которые получают провалившиеся школьники, достаются и взрослым. Субтитры создавал DimaTorzok